здравствуйте друзья мы с вами в 2007 году вершина моего творчества вот даже вот исходя с места где первый попавшийся казалось бы фотографии 80 граммовые сливы 100 граммовые сливы 100 граммовые сливы 1 урожай рекорды это одноветка выгрузского грекота когда их пять это было и тысячи год 30 вёдер то быть это все где друзья вот и укрывные персики скажите что не укрывные кто скажет что в железо 2 метра снега как уже говорили плють и в глаза так проверяем идет и запись вроде идет вот и тема сегодняшнего разговора это это а вот абрикос военовитель написал а и на виде линейку это не просто линейка это фирменная линейка потому что его отрезали его все это телотехники локос рук и башенничество и говорили это наша ноги называли это персиком ноги называли это гибридом персика абрикоса а многие даже не счастливы да абрикос военов мы вырастили а причем тут слово военов теперь давайте по проверку и так вот это вот вот это вот так называем я готов статью однажды из-за и и не доготовил то используем готовый материал итак фотографии абрикоса фейда 2006 год вот эта фотография еще была снято годом раньше но заметили где линейка 2007 вот я вам показал перед этим за пару минут видите и что было после первого урожая дима и к сожалению я застал только разгром на этом дереве вот история а меня спрашивают все по порядку вот я про серафим рассказал это вторая серия когда-то расскажу будет 30 40 100 серий а пока вторая и так откуда она взялась сейчас скажу про название потом это горькое правда название сразу скажу эту память о умершей девочке вот это память девочку звали фейда и тогда когда я возьму и читать буду я волнуюсь как она поеду получилось привил на прикос манджурский академика а в скелет академика привел королевский проходит 2 года дерево в общем а нет тут и все дайте подробно начали полная катастрофа проходит буквально год может два тут я уже не так и тогда я вижу что ура первый урожай что в сто сто пятьдесят плодиков зеленые и вдруг происходит страшная вещь чудо все-таки тройной гибрид вегетативный а наука не признает мне надоело уже вот это вот любоваться самому представляете никого нахрен извините за уважение не надо вот это вот чудо вот и че дейди кого не надо ну а не что одного этого самого корневого только он стороной не правит а и в общем написали и тогда я тогда все сделал стал я ждал и дождался следующего значит был сильный ветер по чурок но и 1 может быть на весь адрес как упал от лодика а все сто сто пятьдесят зеленых плодов с войны упала я понял это все это я называю когда это исключительно случая упали так то всех нет только на одном зафаиле купали все на едино плоды зеленые я понял что это выкидыш это полная генетическая несовместимость плоды несовместимы с деревом там есть гены чужеродные извините за такие выражения я же не это и генетика повод не били за то что я не дурак так вот пизону говорит произошел выкидыш вот биологическая несовместимость плодов и дерева следующий год я уже ничего хорошего не знал а дождался следующего дальше я читаю проходит два года надо писать было еще год были два это уже детали дерево было все усыпано бабочками пчелами посадки вызвали все плоды где-то фотографом вы видели это чудо под хором дерево запах меда вот ну думаю жизнь сложилась проходит год еще вот на вид плоды абсолютно такие же обидного вкуса уже нет и насекомых нет то есть я буду покажу эту фотографию из тех тысяч человек покажу фотографии которая в интернете она неизовременно поэтому я и ворует вот я задал вопрос вегативный гибель за существует наука сначала сказала да ну это было времена столетий разности времена страшно борьба не хватало видимо кресло поэтому долго слово да это и через волосинковская школа потоке поваляли по тюрьмам большинство генетики говорят нет а я бы если где-то экземпляре я даже смотрел на этом же деле вообще меняется и так дальше написал фото 3 вот принципе то же самое насекомых уже не атаковали вот он и обещал опять линейка моя смыслите что это мое классно все идем дальше рядом бороз большой абрикос королевский его ветка большого жара упал на фамида раздавил я до самого фундамента я начал переносить ветки с фаиды чтобы сохранить сохранил сейчас у меня четыре полносящих дерева фаиды идет до блеска не похожа то есть одно из моих постулатов что рекомендации существует вот настолько не похожи деревья родители детей существует люди повторяются я это разрубил в городе 8 и так были генетики в это лысинковцы вот середина на те где могли одни выращивали выращивали эти гибриды их поваляли а эти сказали у тебя гибридов нет и до этого успокоились и дальше снова скрещивали скрещивали и там где можно было за пять-шесть лет вывести новый сорт вегетативный гибрид вот тратили двадцать тридцать сорок лет а еще сохранить попробую и опять приводит она почему-то они сразу приводит вот видите это у меня наболело и так само дерево раздавлено еще несколько лет подносила и в общем это через девять десять лет она была вот такое то есть вот это вот это плоды менялись 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 то есть гибрид даже самого баточное дерево оказалось не устойчиво вот этим стало дороги мелкие 90 грамм вот этим стало если поискать у меня есть фотография где на весах 5 плодов и написано 490 то есть стрелка показывает 400 без грамм 500 вот так дальше я пишу вегетативные гибриды пловут как хотят сохранить невозможно еще раз говорю это городе узел я разрубил это одно из моих открытий открытий при спряме раньше в копья ломали сотни людей рушили судьбы ездили в сибирь нет не выращиваются деревья перед лес вот так вот существует и сохраняется потолще хоть семенами хоть черенками я сохраняюсь идем дальше внимание вот привил получил вроде бы и один уже поменьше и уже это раз вот а это моя любимая . . называю катя карташова и случайно человек она один из всех второй последующих то создал мой сайт на что я очень благодарен то есть а я им пока до садоводство я заразил кому-то заражает гриппа в я заразился носу теперь к ней приведем диагноз она вот она вырастила из косточек вот они косточки помню как она письмо пришло первое воздушное письмо два площадь будет дальше продолжение два плодика мы восьмером стали разрезали эти два плодика каждые на четыре части мякоть и съели с огромное удовольствие я запомнил прошел еще год а дойдем 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 этом еще мы привиты согласитесь что он абсолютно не похож вот два потомка ну что общего ну и то файл это вы поняли почему я сказал и летели гибриды существуют люди повторяются это величайшее мировое открытие вот я не смог стать между двумя этими школами кто-то больше ненависти было из-за этих из-за погод из-за должностей из-за окладов а это каждый использовал как один где повторяется тебе повторяется не повторяется и повторяется вот неплановой сессии восхнил там стенка на стенку там такое творилось сейчас я все развалил до тишина а знаете почему вы думаете истина открыла потому что нихрена никому ничего не надо последняя фотография сделала недавно может быть прошлом году позапрошлом вот эсперантка коснерского госуниверситета она же моя ученица вот такая да в двух этих там а двух двух лицах вот там последний дерево фаина выглядит вот так вообще не похоже вот так вот фотография фаина из косточки в челябинске вот видели эту девушку посмотрим а на этом статья не закончена и не закончена и мы с вами переходите куда ибо я забрал фото абрикоса это яндекс когда я набрал вот эти три слова повторите яндекс в гугле фото абрикосов и узнаете она то есть почему ее ворует потому что она крайне справа то есть я я уже этого разоблачаю разоблачаю значит туповатая естественно продавцы сажаются дают команду он компьютерщикам и айтишниками говорят самые яркие фотографии подобрать и разместить на нашем сайте а вопрос откуда у них свои фотографии откуда взять то они же только перекупщики такие 90 процентов моя фотография вот это узнаете вот и что интересно здесь написано в абрикосов воина безобладно здесь безобладно а вот эта фотография из незаконченной статьи вот это есть это и есть та самая катя каташова компьютерщица которая взяла и выросла из косточки и прислала мне такую фотографию как вам нравится мне нравится вот да поменьше и и опять не похоже на ведь и опять не похоже и на это не похоже и на это не похоже но это потомок фаиды и я сейчас еще скажу единственный случай я не раз говорил но мне надо все равно как другие чтоб фильм подлиннее был поярче придумают много ненужных приемов чтобы продать что-нибудь а не так я по-другому скажу вот дело в том что наверное сейчас парад пришла сказать когда я увидел что у меня в садович фидомен осталось дать название почему дали такие дуги были далее повторяется и в это время в москве умерла в больнице девочка из тумы 15 лет звали ее фаина самое страшное бывает до порог сердца бывает многие не могут из порогов но ее помогла спасти операция и она лежала переписывались бы вот я выслал еще денег конечно операции не хватало дикаты близко нет вот операции по тем страшным временам нужно нужно было 300 тысяч это без сообщал ее тетка тоже звали фаина ее тетю вот ждем когда туинская здрав или как там отдел пришел 300 тысяч в москву на операцию хрен пока пересылали она умерла вы плакали тетка плакала я плакал я статью целую сделал эту статью читал потом ее класс я научилась 15-летняя девочка и тоже весь класс плакал вот это было я тогда был супер популярен один-то всю россию такой это было и так звала себя фаина вот я это имя увековечил вот память об этой девочке а сейчас надо заканчивать давайте еще пробежимся и так фаина в моем саду моем год спустя вот все несколько лет переехала кати картошовой и еще скажу хочу не поговорить вот так значит сердечное письмо злое типа подавись подавитесь валерий константинович я возвращаю половину косточек том числе поеду я перевернул интернет оказывается что эти константиновички поняли интернет ее даду я приводил примеры живых людей выпустив стеберязники я приводил примеры просто с времен войны этих самых генетиков так называемых волосов с этими так называемыми носитковцев и вечеринцами вот о том что обязательно вырастут вот и ваша работа королева константинович вот о том что с ваших этих конточек вырастут течки и жирдели вот и букве это дословное было переведено с этого и это с цитаты есть интернете ей скоро сто лет вот это сто лет наука проспала а катя картошова спать не стала просто вырастила и вот такой вот получила вот это катя картошова и вот это катя картошова вот а дальше уже не файл здесь еще а вот видите здесь еще под фаиду работает абрикос фаиды видите это не моя фотография вот скорее всего кто-то решил заработать а раз железо раскрутил имя фаиды будем продавать под именем фаиды ну что заканчивать будем разговор вот такой разговор но там уже пошло это знаете как туда же есть фаина радевская потому что фаина значит ее фотография тоже сюда попала вот видите вот это сказать небольшое незрозумение и так вот это вот благодарю за внимание это все разновидности фаиды пусть не повторяется и все таки это чудо и сейчас и это чудо и сейчас у меня есть это чудо вот косточки фаиды а вот здесь дальше написано смотрите абрикос фаиды единственный экземпляр в мире написки значит ровного садовода это значит что на тот момент это был последний урожай после чего терял качать там погибло раздавленное помните рассказывал ну все хватит это чуть искал сказки рассказывать это практически сказка потому что этого не может быть никогда еще еще надо какой-то авторитет поддерживать потому что как сказал или садосовинич вот она аспирантка в университете за вами следят ну жаль что мол все следят жаль лучше бы общались дед вру приводила ко мне зал лаборатории вот с этого университета вот у меня даже фотографии с чем я горжусь ну что ж будем следить дальше до свидания друзья до новых встреч где бы вам показать косточки или мы не будем делать это самое давить на вас чтобы покупали косточки или не будем давайте пока 13 Damn да я сегодня тоже не будем давить не покупайте пока остановить запись до свидания не так не